Здравствуйте, в студии Владислав Юрицын. Сегодня мы поговорим о ярких геополитических событиях последнего времени. У нас в гостях Максим Казанчаев, политолог. Здравствуйте. Добрый день. Я когда рандомно накидывал список, обратил внимание, что очень ярких событий, прям какое-то бесконечное количество. В старые времена можно было по-любому из них устраивать передачу, но порой их не было целую неделю. Вопрос, вот сама вот эта плотность необычайная, это симптом чего? Самое главное, что мы наблюдаем в текущей ситуации, мы видим симптом того, что существующая экономическая и вытекающая из нее политическая и геостратегическая ситуации, постепенно начинают выходить из контура управления мировых глобальных элит. Мы наблюдаем ситуацию, когда те самые пресловутые количественные изменения постепенно-постепенно переходят в изменения качественные. Данный процесс на самом деле будет отличаться большим количеством конфликтов, как скрытых, так и выходящих на поверхность. И по мере накопления вот этого внутреннего социального напряжения количество конфликтов будет только увеличиваться. Теперь давайте по порядку. Пожалуй, самое яркое событие это визит избранного на третий срок председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. А перед этим еще Путину ордер МУС выдали на арест, Международный уголовный суд в ГАГе. Ну и, соответственно, американцы очень настойчиво просили, чтобы Си Цзиньпин в Москву не ездил, а он все равно приехал. Что это означает? Для Китая вполне очевидно, что существующая система взаимоотношений с Западом она окончательно подорвана. В этой ситуации Пекин вынужден выстраивать свою систему взаимоотношений, пусть не с Западом, но хотя бы со странами глобального юга и другими как бы альтернативными Западу политическими системами. Для Китая это очень сложно. Нужно обратить внимание как бы аудитории нашей, что в принципе с начала 19 века Китай никогда не играл в глобальной мировой политике роль первой скрипки. Он всегда был объектом воздействия. И только после уже после 49 года, то есть после 45-49 годов начала формироваться Китайская Народная Республика, которая постепенно восстанавливает свою геополитическую субъектность. Сейчас это объективно второй игрок по степени влияния, по крайней мере в азиатском, африканском и латиноамериканском регионах. И вот когда такой игрок летит в Москву, то что это означает? Просто, понимаете, на контрасте получилось, на Украину прилетел премьер-министр Японии Зеленский и вот и как-то очень это мелко смотрелось на фоне визита Си Цзиньпина. Ну а дело в том, что вообще сам по себе первый визит после переизбрания на пост на председателя КНР, он вообще очень сильно значимый. Во-первых. Во-вторых, статус визита очень высокий. То есть, это государственный визит, который по протоколу проводится один раз за все время выполнения, в данном случае. За всю каденцию. Да, за всю каденцию. Естественно, что на этом фоне попытка Японии продемонстрировать себя в качестве некоего второго игрока в Азиатско-Тихоокеанском регионе, она просто получилась абсолютно блеклой. Во-первых, в силу того, что сам статус визита всего лишь навсего рабочий и, что называется, делался на коленке. А во-вторых, это связано с тем, что Япония уже в Азиатско-Тихоокеанском регионе даже не второй игрок. То есть, вторым игроком в Азиатско-Тихоокеанском регионе на сегодняшний день является Индия. Вот если бы был визит премьер-министра Индии, внимания к нему было бы приколонно гораздо больше. Давайте еще такой момент, что после взрыва северных потоков российские танкорти совместно хотели продвинуть резолюцию по расследованию этого всего. Резолюцию заблокировали. Ну, логика подсказывает, что если человек отказывается от расследования, то он признает свою вину. Но наблюдатели объясняют такое поведение, США и их союзников тем, что когда рушится фазовый кризис мирового порядка и когда рушатся правила игры, то они рушатся по всем направлениям. Отсюда вот никого не напрягает, что будем расследования проводить, кто виноват? Нет, не будем проводить расследования. Вот что здесь первично? Первично то, что вся Европа прекрасно знает, что произошло на северных потоках. Немецкая, датская, шведская политические элиты прекрасно проинформированы о том, кто и для чего взрывал северные потоки. Необходимо было окончательно обрубить для немецкой политической элиты любые альтернативные варианты действий в том кризисе, в который США сейчас погружают в Европейский Союз. Конечная цель всех вот этих изменений заключается не в какой-то мифической победе над Россией на поле боя, а она заключается в предельно простой конкретной вещи – уничтожении экономики Европейского Союза. По крайней мере, выводе с территории Европейского Союза всех более-менее серьезных энергоемких производств. И в этом плане все идет по плану? Да, в этом смысле и немецкие элиты все понимают, и глобальные европейские элиты в целом. И американских игроков тоже все устраивает. А вот инстинкт самосохранения того же крупного немецкого бизнеса или крупному бизнесу сервам они переносят производство и успокаивают. Да, элитам ничего не угрожает. Они просто меняют локацию, на которой они находятся. Проблемы будут именно с выполнением социальных обязательств конкретного государства перед конкретным средним классом и, что называется, синими воротничками рабочими этих самых производств. А как вот в эту тему слома вкладывается заявление о том, что с 1 июля все будет готово к размещению тактического ядерного оружия России в Беларуси? Где здесь глубокий смысл? На самом деле заявить о размещении оружия это еще ни о чем не говорит. Когда оно будет реально размещено, тогда эта ситуация будет иметь серьезные какие-то геостратегические последствия. Пока это заявление необходимо рассматривать в контексте информационных войн. Великобритания сказала о поставке снарядов с объединенным ураном, а Кремль заявил о том, что создается инфраструктура для размещения тактического ядерного оружия. Обмен заявлениями просто пока в информационной войне. Несколько позже, когда эти заявления станут реальными фактами, тогда, безусловно, это уже будет более-менее значимый фактор, по крайней мере, для Восточной Европы. А заявление Китая о том, что он готов к войне, это из такого же разряда? Китай, да. Китай тоже пока только предпринимает определенные шаги в информационной плоскости. Говорить о подготовке Китая к войне вообще несколько проблематично. Мало кто из зрителей отслеживает ситуацию. Необходимо напомнить предельно простой факт, что называется медицинский. Китай не воевал более 40 лет, а когда последний раз воевал, в 1979 году против Вьетнама. То есть, он в той ситуации еще и потерпел поражение. Ну, так это был тот Вьетнам, опичканный советским оружием с боевым опытом от края до края. Ну, Гуэн Дзяп руководил Вьетнамской армией. Вот, но проблема в том, что за эти 40 лет, если мы говорим не о Вьетнаме, а о Китае, у Китая не увеличивалось количество реального боевого опыта. То есть, как бы да, народно-освободительная армия Китая на сегодняшний день формально самая большая. Флот китайский формально по количеству вымпелов обогнал США. Но без реального опыта участия в военных действиях, в первую очередь у офицерского корпуса, делать какие-то далеко идущие выводы в плане военно-стратегического потенциала Китая очень сложно. Тем более, в плане проведения глобальных десантных операций на тот же самый Тайвань. То есть, тут необходим с точки зрения военной подготовки, подготовки высшего командного состава, это высший пилотаж. Есть ли он у Китая? Очень большой вопрос. Да, и это надо какую-то гигантскую политическую волю, чтобы проверить это на практике. Да, то есть, тут проблема в том, что подобного рода десантные операции, опыт проведения подобного рода десантных операций, по большому счету, имеется только у США и Великобритании, и он тоже датируется в 1944-1945 годах. То есть, еще неизвестно, те же самые Соединенные Штаты могут ли провести операцию подобного масштаба. То есть, мы понимаем, что они могут провести десантную операцию, но достаточно ли будет выделенных сил и средств для того, чтобы, например, взять под контроль Тайвань гипотетически? Это очень большой вопрос. А нет, в англичан, наверное, больше опыта, они же еще Фолклинские острова захватывали. Там, на самом деле, участвовали, ну, численность сухопутной группировки была предельно небольшой. То есть, ну, общая численность населения Фолклинских островов всего 2000 человек. То есть, и поэтому 20-тысячная группировка, которую там разворачивали, в принципе, не сопоставима с тем, что придется делать, допустим, в том же Тайване. Так, давайте еще. Вот Белый дом выделяет 9,5 миллиардов долларов на поддержание демократии и прав человека. Считается, что Казахстан будет один из приоритетных получателей по этих программам, потому что рядом Россия и Китай. Вы разделяете такую точку зрения? Ну, на самом деле, поток на финансирование информационной деятельности на территории Казахстана и финансирование различного рода оппозиционно направленных неправительственных структур, он прописан гораздо более тщательно. Я думаю, что часть из этих денег, она будет закладываться в бюджет на среднесрочную, долгосрочную перспективу. Это не за год все? Да, это все не за один год, это 3-5 лет. Но в Казахстан деньги придут? В Казахстан деньги придут и не только по этому проекту. И не факт, что Аккорду это порадует? С Аккордой очень сложно, по одной простой причине. Аккорда во всех этих процессах не субъектна. Хорошо. Так, ну вот такое из яркого тоже, по свое время, это убийство в ходе теракта Владлена Татарского по паспорту Максим Фомин. Ну, после Дарьи Дугиной второй, получается, ответ. За Дарью Дугину ничего Россия не ответила. А будет ли что-нибудь после смерти Татарского, ну и пострадавших людей? Необходимо решать вопрос с разбором полетов в плане деятельности контртеррористических спецслужб. Потому что, ну понятно, что на территории страны огромное количество иноагентов, не только из числа мигрантов, но и из числа собственных 20% сочувствующих граждан. На Пере пропустить эту всю демографическую массу через тонкое сито достаточно проблематично. Но, в принципе, за год это нужно было хоть как-то делать. Понятно, что будут определенные кадровые решения по силовикам. Ну, там, конечно, очень большое количество вопросов и к самим организаторам встреч. Вот, то есть, если вы проводите мероприятие такого плана, то в любом случае обязаны были организовывать какой-то некий отбор людей, которых вы туда запускаете. Ну, может, это тоже факт, что пока такое не происходит, люди не реагируют, пока оно все в гипотетической плоскости. Ну, это вопрос, да, вопрос инерции в плане перестраивания на мобилизационный сценарий поведения в целом людей. Ну, и, конечно, событие, которое пропустить нельзя, это в Чаде, это в Центральной Африке, национализировали имущество нефтяных компаний, и президенту Чада ничего за это не было. Вопрос, ему за это будет или до него руки так и не дойдут? Абсолютно очевидно, что подобного рода, а это не единичный на самом деле случай, подобного рода действия лидерами, политическими элитами стран глобального юга сейчас будут только увеличиваться. Причина предельно простая. В условиях резкого ухудшения общей мировой экономической обстановки развивающиеся страны сталкиваются с трудностями в первую очередь. То есть работает знаменитая пословица «пока толстый сохнет, худой сдохнет». И поэтому те действия, которые для, допустим, тех же самых западноевропейских элит еще пока только гипотетические, такие как, допустим, национализация собственных энергетических компаний. Об этом в экспертных кругах европейских стран говорят, но к реальным действиям еще пока никто не приступал. А для стран развивающегося юга это уже становится, что называется, последней соломинкой, которую хватаются с тем, чтобы хоть как-то разрулить возникающие экономические проблемы. То есть это не потому, что, скажем, президент Чада такой герой, он это делает от безысходности. Да, у него просто для поддержания более-менее стабильного функционирования властной вертикали, у него просто физически нет других вариантов, других ресурсов. Ну и, допустим, такая курьезная вещь. Король английский Карл Третий, выступая в Бундестаге, говорит, что мы должны защищать наши демократические ценности. Ну, король он все-таки как бы не по демократической процедуре же трон получил, а по престолу наследию. Вопрос, как получается, что король, ну не последний из страны, говорит такие вещи? Проблема качества элиты на Западе, она давно известна, что там, условно говоря, интеллектуальный уровень людей, которые принимают решения, он зачастую мало чем отличается от среднестатистического докера или грузчика. Можно привести еще один очень интересный эпизод. То есть, сенатор-республиканец Тед Круз заявил о том, что Китай на протяжении тысячелетия ведет работу по подрыву позиций США в мире. То есть, это говорится, применительных США, которые всего на Белом свете существуют 257 лет. А когда там жили индейцы, китайцы об этом даже не знали. Да. Возможно, знали. По Крузу. И поэтому подобного рода курьезы, связанные с интеллектуальным уровнем западных элит, они, в принципе, известны, они будут всплывать и далее. Достаточно напомнить еще один эпизод об угрозе отправить американские авианосцы к берегам Белоруссии. То есть, это на самом деле для западного политического класса становится нормой. А вот тоже, это курьез, не курьез, когда премьер Испании находится в Пекине с визитом и говорит Си Цзиньпину, позвоните Зеленскому. То есть, вопрос, у премьера Испании что, других проблем нет? У премьера Испании пытается использовать ситуацию для само-пиар. Опять же, и абсолютное непонимание того, кто такой Си Цзиньпин и кто такой Зеленский. То есть, просить императора... И это, опять же, мы тогда укладываемся в качество элит. То есть, что премьер Испании не понимает, кого он о чем просит. Да. То есть, он, в принципе, не понимает статус, с кем он разговаривает, и не понимает, что он просит его сделать. То есть, пытаться просить у императора какую-то услугу, причем, как это недавно сделал председатель Еврокомиссии, когда сказал, что мы будем определять параметры своего сотрудничества с Китаем, исходя из того, как Китай примет решение по своему позиционированию в отношении Украины. Люди не понимают, что условия ставит Китай, а не они. То есть, качество элит, в принципе, некая такая звездность, непонимание абсолютной ситуации, которая складывается, что называется, на земле, приводит к тому, что элиты Запада начинают двигаться под влиянием идеологических конструктов, а не реальной политики. А вот чем больше схема не похожа на жизнь, из-за этого страдает схема или жизнь в европейском исполнении? А в европейском исполнении страдает жизнь, схема для них приоритет. То есть, вот эти идеологические конструкты, они имеют приоритетное значение. Ну, например, энергетический кризис, разразившийся еще в 2021 году, тем не менее, не поставил перед европейскими элитами вопрос о сворачивании, например, зеленой повестки. Там, говорят, распилы очень большие. Да, понятно, что они зарабатывают на этом хорошие деньги, но тем не менее, по крайней мере, можно было какую-то часть ограничений с реального энергетического сектора убрать. По крайней мере, риторику относительно угольных электростанций и атомных могли бы просто прикрутить на время кризиса хотя бы. Но даже это не сделано. Да, мир меняется. Но, получается, он идет в разнос. Да, в мире накапливаются подобного рода изменения. И мы все ближе и ближе подбираемся к ситуации, когда любое, казалось бы, незначительное, либо даже абсолютно форс-мажорное случайное событие начнет выступать в качестве черного лебедя, который будет вот эту глобальную мировую экономическую систему и вытекающую из нее политическую просто разваливать на куски. Можно привести предельно простой пример. Вот произошло трагическое, катастрофическое землетрясение в Турции. Но это землетрясение произошло в относительно экономически неразвитом юго-восточном регионе страны. Например, если вдруг, неожиданно, подобного рода трагедия произойдет в какой-то более-менее развитой, экономически развитой стране, например, Японии или, например, в Калифорнии, экономический удар по мировой системе будет исчисляться сотнями миллиардов долларов. И вот выдержит ли мировая геостратегическая экономическая система такого черного лебедя, уже большой вопрос. Более невозможно предугадать. Да. Либо, допустим, назревающие проблемы в банковской сфере. Уже мы наблюдали на протяжении последних трех-четырех недель кризис, связанный с отдельными американскими и европейскими банками. Но им повезло, что это банки, условно говоря, второго десятка. А если кризис случится с каким-то системообразующим банков, ну, например, немецкий Deutsche Bank. Он говорит, что так сильно пострадал. Да, то есть он уже сильно пострадал. Но если вдруг системные проблемы внутри банка будут настолько велики, что смогут выступить в качестве вот этого самого пресловутого черного лебедя. То есть вот такие моменты, они принципиально непрогнозируемы. Но в условиях резкого постоянного повышения ставок в экономической и геополитической сфере мы не можем предугадать, когда произойдет этот надлом. Мы не можем предугадать надлом. А вот сама эта плотность событий, которую мы сейчас наблюдаем, она на ближайшее время продолжится? Да, безусловно. Большое спасибо. У нас в гостях был Максим Казанчаев. Мы разбирались с событий последних дней. До свидания. До свидания.